Здравствуйте, друзья! С вами простой смертный Роман Хариман. О чем сегодня хотелось бы поговорить о свободе. Свобода. Допустим, вот что про нее писал товарищ Сталин в беседе с председателем американского газетного объединения «Скрипс Говард Ньюспепперс» 1 марта 1936 года. Мне трудно представить себе, какая может быть личная свобода у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможно настоящее, а не бумажное, личное и всякая другая свобода. Был в это время другой лидер, другой крайности. Звали его Адольф Малоизыч Гитлер. При нем людей освобождали как? Их сгоняли в определенное место, обносили колючей проволокой и на воротах писали, «А работа делает свободным». Вот видите, вроде бы две системы и говорят о свободе и работе, а как по-разному. Был еще и третий вариант свободы. Расскажу вам на своем опыте, как это было. Учился я в девятом классе, живу я в Амурской области, в Шимановске. Учился я в четвертой школе. Ну, изучал английский язык. И как тут вдруг в город Благовещенск, это у нас областной центр, приехали американцы. Американцы из организации, которую я назову позже, и собрали полный кинозал, я не знаю, ну, наверное, человек 300, не меньше. 300, наверное, точно было. Учеников средних школ Амурской области, это было, я вам сейчас скажу, это был 96-й, по-моему, год. Да. Собрали, и в три этапа проходил тест, и те, кто этот тест прошел, забирали на учебу в США. Называлась организация, которая собирала Амурчан, Freedom House. Да, Freedom House. Тогда она совершенно свободно набирала людей, в принципе списки в Благовещенске я уверен, что уцелели. И я не сомневаюсь, что эти люди сейчас, которые тогда прошли отбор через Freedom House, хорошо пристроились. Вот я уверен, что они пристроились хорошо, и все у них прекрасно. Меня же дурака на втором туре, сколько нас двое оставалось с Шиманоска, да, двое, по-моему, было с Шиманоска уже во втором туре, выгнали из кабинета. За мой длинный язык, потому что там играл магнитофон, какие-то вопросы по-английски я сейчас даже не вспомню. По-английски задавали вопросы, а мы в тестах там зачеркивали. Ну, это был мой первый опыт прохождения англоязычных тестов. И, не знаю, подошел ко мне этот Америкос Индос, или как его назвать? Ну, Америкос называл. Вот так вот листик взял и порвал. Я тогда сначала расстроился. Батю даже на пиццовет в школе вызывали. Шпиняли меня этим. Ну, не сильно шпиняли, конечно, в школе. Но попрекали, конечно, что я во Freedom House, конечно, так вот опозорился. Вот видите, Freedom по-английски это свобода. А Freedom House это известная организация, которая ныне запрещена в Российской Федерации. Представьте, в Российской Федерации запрещена еще организация ИГИЛ. То есть можно поставить знак равенства. Freedom House и ИГИЛ. Вот видите, три варианта свободы. Три варианта, а какие разные. Я лично выбираю свободу по версии товарища Сталина. Если кто-то думает, что я взял это с потолка, вот цитата. Каждый может найти, прочесть. Я специально распечатал, у меня будет висеть над столом. С вами был Простой и Смертный. Всего доброго. Познавайте и думайте, друзья. Впереди у нас год столетия Октябрьской революции. А я давал пионерскую флятву. Первую в своей жизни флятву нарушать нельзя. В борьбе за дело коммунистической партии всегда готов. Продолжение следует...